Крупный центр подготовки террористов-смертников уничтожили российские лётчики в Сирии. Подробности сообщили сегодня в Минобороны. Вместе со свежими данными о сирийском наступлении, которое разворачивается благодаря нашей воздушной поддержке. Репортаж Евгения Лямина. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Очередной боевой вылет. Курс на провинцию Идлиб. Северо-запад Сирии. Цель – пункт управления боевиков. Применяется специальная корректируемая авиабомба. КАП-500. Точное попадание. В результате этого авиаудара парализовано управление бонформированиями в этом районе. А в провинции Латакия, близ города Сальма, бомбардировщик Су-24М нанёс удар по зданию, в котором была база подготовки террористов. По данным разведки, в нём иностранные инструкторы готовили боевиков ИГИЛ к ведению диверсионной войны в освобождённых сирийской армией районах, а также террористов-смертников. Помимо преподавания миновзрывного дела, террористов обучали легализации среди мирного населения и беженцев. Также в здании располагалась мастерская по изготовлению самодельных взрывных устройств. В результате прямого попадания авиабомбы строение полностью разрушено. За сутки российская авиация уничтожила 15 полевых лагерей, 11 командных пунктов, а также склады боеприпасов, базы военной техники, завод по изготовлению взрывных устройств. Всего 49 объектов, запрещенные в России террористической организацией ИГИЛ. Благодаря воздушной и космической разведке был обнаружен подземный пункт. К нему постоянно подъезжали фуры, которые перевозили боеприпасы и оружие. Наблюдение велось несколько дней, после чего был нанесён удар. Вы видите попадание непосредственно в сам бункер, который был хорошо замаскирован специальным боеприпасом БТАП-500. Данная авиабомба пробивает несколько метров скального грунта или бетонных укрытий. В результате произошла детонация, хранившаяся на данном объекте боеприпасов. Объект полностью с его содержимым уничтожен. Именно поэтому в рядах боевиков паника удар.